Доброго здоровья, продолжим с вами кухонную терапию в обычный период жизни, которую предложил Домрачев Николай Иванович. Седьмое. Ежедневно функциональность ротовой полости и зубной ткани поддерживается утренним и вечерним полосканием после еды противовоспалительным составом, который легко готовится в домашних условиях из девясила, змеиного горца, лапчатки прямостоячей, радиолу розовой и ольхи. Ну что здесь сказать? Противовоспалительный состав. Вообще-то, знаете, я придерживаюсь того мнения, что, как правило, в ротовой полости при нормальных условиях там всё само образуется. То есть, в течение многих поколений ротовая полость сама себя обеззораживала. Но это, я так понимаю, было тогда, когда пища у нас была, как сейчас модно говорить, видовая. То есть, то, что нам было положено съедать, как в виду животных, то мы и съедали. И, естественно, тогда не получалось никаких там, каких-то болезнетворных процессов. То есть, грубо говоря, вот если обезьяна, она питается какой-то пищей в дикой природе, у неё с зубами порядок. В дикой природе, допустим, те же кабаны питаются, отличные зубки, олени, лоси, ведмедя, волки. То есть, они едят то, что им положено природой. И тогда, естественно, всё это у них сохраняется. Как только мы отошли от матушки природы, перешли на разного рода какие-то суррогаты, непонятные продукты, так называемая кулинария появилась. Вот это всё привело к тому, что на всём этом в ротовой полости стали размножаться непонятные бактерии, которые нам не нужны. И пошли воспаление слизистой оболочки, кариес и прочее, прочее, прочее. Тогда, естественно, в таких вот искусственных условиях, в которых сейчас мы с вами живём, я думаю, что это будет очень хорошей рекомендацией. Тем более, альха, она как раз обладает вот этими всеми веществами, которые убивают микробы в ротовой полости. 8. Ежедневная функциональность сердца и сосудистой систем поддерживают жестким утренним спуском по лестнице на твёрдую ступню с верхних этажей или, в крайнем случае, ритмичными прыжками на твёрдую ступню в течение 20 минут, если есть возможность, и верховой прогулкой на лошади, тем самым осуществляя обязательную гимнастику сердечной сумки и механизмов клапанов сосудов конечностей. Я об этом рассказывал. Да, это можно делать, особенно тот, кто живёт там хотя бы на третьем этаже и выше. Вот это вот будет, как сказать, отличная для них рекомендация. Я же предпочитаю вот это всё дело заменять прогулкой, часовой прогулкой в парке, что я и делаю. Лошади у меня нету и навряд ли у кого она есть. Ну, есть такая рекомендация, конечно. А вот что касается ходьбы, это будет то, что надо. В конце концов, если у вас нету ни ступеней, ни так далее, я вам показал упражнение совсем недавно для гимнастики вот этих вот именно сосудов, способствующих, значит, и укреплению сосудов, расположенных на ступнях ног. Ну, и, естественно, прокачки там крови по организму. Ну, это вот приподниматься примерно сантиметрика на два и жёстко опускаться на пятки. Поднялись и на пятки опустились. Ну, я думаю, здесь достаточно будет и пяти минут. Но это можно повторить несколько раз. При этом, не допуская снижения, альфа-холестерина до уровня меньше 50% от общего холестерина и запуска цепных свободно-радикальных реакций, постоянно балансируя жировой состав пищи, льняным маслом, контролируя поступление магния и триметилглицерина сока столовой свеклы. Если нет противопоказаний и вам не менее 50 лет, то приём таблеток качественного аспирина окажет несомненную пользу в борьбе с агрессией радикалов, избавит от вредного простагландина, который помогает появлению злокачественных новообразований. Возможно, вот это вот чат, что я сейчас вам прочитал, для современного человека, подготовленного, так сказать, это будет понятной информацией. Я же читаю, я, конечно, так сказать, врубаюсь, что это за информация, но тем не менее, это уже как-то альфа-холестерин, меньше 50%, откуда я знаю, это постоянно надо обращаться в лабораторию, чтобы это всё делали и так далее, и так далее. Вот что я понял про приём таблеток качественного аспирина. Это аспирин как раз вырабатывается, или вернее его впервые получили, из коры ивы. Поэтому вот это вот всё, вот это вот, что тут написано, можно отнестись так, как вы поняли. Я же из всего этого понял следующее. Для того, чтобы кровь была текучей, не было агрессии радикалов, и избавиться от вредных там различных веществ, и в том числе в злокачественных наобразовании, которые, так сказать, в зачатке появляются, можно пить чаёк из коры ивы. Ивы у нас полным-полно, то есть это не осина, где-то надо её искать, а ивы полно-полно. Коры надрали, насушили, и, пожалуйста, заваливайте, чаёк как раз будет такой горьковатый, и вот его будете пить. Можно использовать, насколько я понимаю, полынь обыкновенную. Также небольшое количество заваривать, чтобы у вас чай полынный получался слегка, слегка горьковатый. И как сладкоежка, я бы туда добавлял немножечко метка, и получалось бы отличный чай, который вот стимулировал бы вот это всё, что Николай Иванович рассказал. Девятое. Ежедневно функциональность органов пищеварения поддерживают четырьмю-пятью разовыми, правильным и сбалансированным питанием с обеспечительным добавлением в меню каждого не менее 100 грамм травяного порошка люцерны, синие, а также продукты, ферментированные настоем чайного гриба или простокваши, фиточаями из манжетки, мяты, аира и девясила, с последующим просасываем под языком крупинок поваренной соли и поглаживаем правой рукой живота под часовой стрелки. Ну давайте вот разберём вот эту рекомендацию. Вот смотрите, четырёх-пяти разовое питание, оно, знаете, вот это питание позволит вам использовать за один приём пищи, там, два-три продукта, ну, максимум, наверное, два-три продукта, то есть не смешивая. Когда мы используем два-три продукта и примерно подбираем их так, что они не мешают друг другу в пищеварении, то тем самым, ну, например, какой продукт? Ну, допустим, салат и картофель в мундире потом. Салат и, допустим, ну, можно, будем говорить, каша. Вот это вот, всё это, как бы сказать, вместе. Они нормально перевариваются. Можно использовать в следующий приём пищи салат и, допустим, там кусочек мяса. Можно использовать отдельно там творог. Можно там использовать, допустим, какие-то тушёные. То есть вот это дробное питание 4-5 раз в течение дня с двумя-тремя съедаемыми продуктами за один раз облегчит максимально ваше пищеварение. Когда же мы с вами съедаем 3 раза в течение дня, ну, в основном вот в обед, я ем легко и утром, и вечером. А вот в обед у меня получается, что там некая мешанинка. Идёт, допустим, первое блюдо борщ, потом там идёт салат, потом там идёт, допустим, кусочек там мяса или там отварные сосиски, потом там ещё рисок отварной. Это тяжеловато. Это несколько неправильно. Но тем не менее... И я ощущаю, что, знаете, после этого процесс пищеварения длится долго. Так вот, если мы всё это сделаем, допустим, ту же сардельку съедим, опять-таки, с салатиком, суп или борщ, просто суп или борщ съели, и всё, больше ничего. И разнесём, значит, жидкости, выпивание жидкости, то тем самым мы значительно облегчим наше пищеварение, и у нас не будет слишком большого поступления пищи за один раз. Вот это очень хорошая рекомендация. С обязательно добавлением в меню каждого не менее 100 грамм травяного порошка люцерны синий. Насколько я понимаю, что вот этот вот 100 граммов, это как раз такая клетчатка, которая будет, которая является своеобразным таким, этим, не только питательным, но и очистительным средством, впитывая разного рода ненужные вещества, которые образуются в нас в толстом кишечнике. Я так думаю. Может, она действует несколько по-другому, но я думаю, что именно так. Она набрекает, она, понимаете, увеличивается, она обладает именно порошок большой вот этой ассоционной способностью. И, так сказать, у нас вот корень нашего организма толстый кишечник будет всегда чистый. Раз он чистый, на нем тем более размножаются на всей этой вот клетчатке, возможно, из этой люцерны синий размножаются, значит, разного рода микроорганизмы, которые, как поддерживают нашу микрофлору нормальную в толстом кишечнике и вообще в целом организме, точно так же они и, как бы сказать, вырабатывают дополнительные микроорганизмы, которые можно использовать в пище. Как жвачные животные. Мы думаем, допустим, носороги, буйволы, там слоны, почему они такие сильные? Они же мясо не едят, но огромный голыба мяса идет. Оказывается, они съедая субстрат, растительный субстрат, на нем размножаются микроорганизмы, это чистейший живой белок, который потом в другом желудке переваривается. И получается, что вроде питается растительная пища, но она нужна для того, чтобы на ней выросли микроорганизмы, которые являются чистейшим, полноценным белком. Вот это очень интересно. Ферментативным настоем чайного гриба или просто кваши. Ну, это все для того, чтобы как бы с помощью... Если мы вот эти вот продукты зарядили и постоянно используем в своем питании, тем самым, конечно, мы делаем микрофлору соответствующую. А если же мы это будем периодически принимать так, знаете, там, приняли, там, забыли, или курсом забыли, то толку никакого не будет. А вот если мы будем постоянно, вот это особенно чайный тамарик, насчет простокваши, я уже говорил, что это слизообразующий продукт, если после простокваши у вас нету сопли, нету простуд, да, пожалуйста, используйте. Так, и фито-чаи из манжетки, мяты, аира и диверсила с последующим. Насколько я могу судить, вот смотрите, мята душистая, обеззараживающее растение, тоже формирующее нормальную микрофлору, и плюс еще, как я вам рассказывал, она еще способствует тому, что за счет своей душистости измельчает пищу. Аир, такое известное средство, корни аира, которые обладают большой дезинфицирующей способностью, говорят, что раньше корни аира, кочевники там помещали в воду, которую набирали из водоемов, если она там какая-то плохая была, или еще, и она обеззараживалась. Девесил, ну, я думаю, нечто подобное обладает. И далее, вот интересная рекомендация, просасывание под языком крупинок поваренной соли. Именно когда мы с вами вот этим делом занимаемся, солью, то оказывается, соль, как элемент солнечный, как элемент горячий, он способствует улучшению пищеварения в целом организме. Это очень важно. Далее, в выработке соляной кислоты она также нам нужна. Говорят, что соляная кислота, вырабатываемая в большом количестве, она нужна и для пищеварения, но ее вырабатывается, мол, настолько много, что она поступая в кровь, способствует тому, что клетки, которые отмирают у нас, клетки-то у нас разные находятся, одни юные, другие зрелые, пожилые, старые и так далее, она способствует тому, что все это переваривается, как бы сказать, у нас не остается, или способствует разложению, ну, примерно вот так вот, для того, чтобы мы с вами не загнивали, потому что обмен, естественно, смена клеток происходит постоянно. Далее, поглаживание правой рукой по часовой стрелочке, по часовой стрелочке, способствует тому, что мы как бы задаем ритм нашей перистальтики, вот именно простое поглаживание в течение 5-15 минут по часовой стрелочке, после каждой еды, будет способствовать тому, что у нас пищеварение будет намного лучше, намного легче. Очень хорошая рекомендация. Богатая пищевой клетчатка пищи, стимулирует работу мышечных клеток, как пищевого тракта, а значит и синтез креатинфосфата. Но, насколько я помню, креатинфосфат – это энергетическое вещество, можете ошибаться, извините. Кроме того, обеспечивается постоянная температура в толстом кишечнике, биохимическом реакторе организма, и благодаря микроорганизмам из элаговой кислоты будет синтезироваться оролитин А, который значительно увеличивает продолжительность жизни, возрождая митохондрии мышечных клеток. Ну, вот так, несколько, так сказать, научным языком. И, насколько я понимаю, да, когда в толстом кишечнике имеется, значит, вернее, идет размножение микроорганизмов, то они дают обогрев. То есть, при размножении там выделяется теплота микроорганизмов. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.